Всем привет и как ваши дела? Надеюсь, у всех все хорошо. Сейчас мы с вами, знаете, какую тему поднимем? Тему денег и что делать с этими деньгами, когда ты их привез в Израиль. И даже если у этих денег есть предыстория. О чем это я? А это о том, что многие репатрианты репатриируются в Израиль и перед этим, или в процессе этого, продают свои квартиры, которые у них были за границей. То есть человек жил за границей, Украина, Россия, Белоруссия, неважно. И у него там была квартира. Когда он переезжает в Израиль, он эту квартиру продал и привез деньги с собой. Пришел в Израильский банк, открыл счет, говорит, вот я там квартиру продал, хочу эти деньги положить на счет в вашем банке, уже в моем банке, в моем отделении. А Израильский банк говорит, рега, рега, подожди, нам надо проверить, насколько твои деньги чистые. То есть давай-ка все тут справочки, 150 бумажек, чтобы мы точно поняли, что это действительно квартира, что эти деньги действительно там облагались налогами и прочее. Десятое. Что они чистые, легальные и т.д. и т.п. И что квартира точно была твоя. Недавно я столкнулась с такой ситуацией. Ну не то, что ситуация, она не моя. Я просто подписчица мне написала, задала несколько вопросов на эту тему, а я такая, вау, а я не знаю. А потом эта же подписчица мне прислала список документов, которые потребовал Израильский банк, чтобы у нее появилась возможность вложить деньги за квартиру, которую она продала за границей. И вот я хочу этот список вам зачитать, потому что, возможно, среди вас будут люди, которые тоже продавали, будут продавать квартиру за границей, свою, и вы репатрианты. И у вас также могут запросить этот список, и вот благодаря этой информации вы можете сэкономить свое время и деньги, потому что приедете уже с готовым пакетом документов. Даже у меня встречались клиенты, которые говорили, что вот, мы деньги привезли за проданную квартиру, но вот есть проблемы вложить их на счет, потому что не хватает одной, третьей, пятой бумажки. Так вот, этот список, который мне прислала подписчица, ей прислали из банка Люми, и давайте я его зачитаю, а потом там обсудим еще. Итак, прислали ей так, зачитываю дословно. Для того, чтобы проверить возможность получения средств за продажу квартиры в Украине, в нашем банке вам необходимы следующие документы. Первое, что очень логично, это оригинал договора купли-продажи квартиры. Второе, это договор купли-продажи должен быть переведен на иврит или на английский язык, то есть на русском или на украинском, там на белорусском, конечно же, не подходит. И заверен юристам. Оригинал акта приема передачи квартиры, переведенный юристом на английский или иврит. Вот это интересно. Если честно, очень сложно понять, даже с израильских понятий, что такое оригинал акта приема передачи квартиры. В Израиле я не знаю даже такой. От застройщика есть протокол 4 такой, тофис арба, но чтобы в России и Украине давали такой оригинал, не знаю, это банк что-то уж совсем по инструкции идет. Потом подтверждение из израильской налоговой службы о том, что налог уплачен от продажи этой квартиры, а если не оплачен, то получить письмо с объяснением от налогового консультанта или налогового, почему он не был уплачен. К этой теме еще вернемся. Потом вытяг из земельного реестра с данными о собственности на ваше оригинальное имя. То есть на ваше имя из земельного реестра. У нас это табу, там это земельный кадастр какой-то, если говорить о Украине. То есть что эта квартира действительно на ваше имя, вы действительно продали свою квартиру и т.д. и т.п. деньги действительно за нее. Казалось бы немного, казалось бы легко, но многие люди приезжают только с договором покупки-продажи и сталкиваются с проблемой, что не хватает тех или иных документов. И дальше написано, обратите внимание, что мы по-прежнему не гарантируем, что после получения этих документов мы сможем получить средства. То есть мы согласимся вложить ваши деньги на ваш счет в Израиль. То есть они могут затребовать еще какой-то дополнительный документ. И об этих случаях я слышала и даже знаю людей, которые дополнительно ездили в страну исхода, потому что надо было достать тот или иной документ. Что самое интересное, что разные банки, даже разные отделения одного и того же банка относятся вот к этому по-разному. Одни без проблем возьмут только договор купли-продажи и положат деньги на счет, а другие будут требовать все дополнительную и дополнительную бумагу. И вот тут теперь нужна ваша помощь. Тех репатриантов, тех людей, которые продавали свои квартиры в стране исхода и которые привозили деньги в Израиль, напишите в комментариях, что требовал банк от вас. И легко ли они соглашались вложить эти деньги на счет. Ну и еще тут момент про налог. То есть ты жил в себе в стране исхода, у тебя была квартира, ты ее продал. Приехал в Израиль, пришел в налоговую, сказал, что вот продал квартиру, есть деньги. Налоговая имеет право брать с вас налог за эту квартиру? По идее, я вот искала в сообщении, информацию гуглила на иврите и на русском и встречала только такое, что репатриант, который находится до 10 лет жизни в Израиле, то есть репатриант, который живет до 10 лет в Израиле, он освобожден от налога на продажу квартиры, которая была у него там. Ну, при случае, что она была у него еще до момента репатриации. Но я не знаю, насколько эта информация точная. Так что, если вы продавали квартиру в стране исхода, напишите, платили ли вы в Израиле здесь такой налог. Потому что если вы уже живете в Израиле здесь годами, допустим, и решили купить квартиру за границей, купили, а потом через какое-то время ее попродали, то тут понятно, что налог будет однозначно налог на прибыль. То есть, если, допустим, квартиру купили за 50 тысяч, продали за 70, то на эти 20 тысяч долларов, да, будет налог, который надо уплатить. И размер зависит там от страны, в которой ты продавал квартиру. Вроде так. Ну и, конечно, когда вы живете в Израиле, при этом решили купить квартиру за границей, то вы должны задекларировать то, что вы купили за границей квартиру. То есть налоговая в Израиле должна об этом знать. Если подытожить, то два вопроса, которые меня интересуют. Это первое, какие документы просили у вас, когда вы привозили деньги за проданную квартиру за границей? Какие документы в банке? И второй вопрос, платили ли вы за эти деньги, везенные сюда от продажи квартиры за границей? Налог. Запишите, интересно. И другим будет полезно. Потому что мне-то что? Мне не светит. А у других этот вопрос прям может быть насушенным, который надо решить. Ну, спасибо за просмотр. И пока-пока. Встретимся в следующих видео.